Здравствуйте! На этом уроке я покажу, как найти производную функции, которая представляет собой произведение не двух, а трех функций. И сделаем мы это, используя формулу производной произведения. Рассмотрим нашу функцию как f умножить на произведение двух других функций g и h , а производную этого произведения мы вычислим отдельно. Итак, согласно правилу производной произведения, производная этой функции равна производной функции f умножить на оставшуюся часть функции, т.е. умножить на g и умножить на h плюс f умножить на производную этого произведения, умножить на производную по х, g умножить на h . А чему равна производная этой части функции? Опять-таки, применим формулу производной произведения. Сейчас мы работаем только с этой частью функции. Производная этого произведения равна g' умножить на h плюс g умножить на h' . Вот это производная g умножить на h. И все это мы умножаем на f . Давайте перепишем это все. Итак, первый член f' умножить на g умножить на h плюс… умножаем f на каждый элемент в скобках. Умножаем сначала на это слагаемое, а потом на это. Значит, это будет плюс f умножить на g' умножить на h. И, наконец, плюс f умножить на g умножить на h. Вот такой ответ у нас получился. Мы записали производную произведения трех функций. Как видите, здесь у нас три члена, три слагаемых, в каждом из которых имеется производная только одной функции. Здесь записана производная f' , здесь g' , а здесь, соответственно, h'. Если вам нужно будет найти производную произведения четырех функций, то, как вы, наверное, догадываетесь, в ответе будет уже не 3, а 4 члена, в каждом из которых будет производная одной из функций. Если же будет дано произведение n функций, то, соответственно, членов будет n, и в каждом из них будет производная одной из функций. Ничего сложного в этом нет. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok